Хе-хе, всем привет от Кэт из городка Вискосвилл. Я сегодня хочу показать, какая у нас мода возвращается. Посмотрите за моей спиной. Джинсы. Джинсы расклешенные. Как вам такая мода? И вот у нас такая сейчас. Катавасия пошла. Мы пришли в магазин и не знаем, что покупать. А здесь все клеш. А мы сидели в нашей деревне и не знали, что к чему. Пошлите посмотрим. Значит так, спросила я у продавщицы. Она говорит, да, это возвращается в моду. Смотрите, джинсы и очень расклешенные. Так, цена, 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 цена. Может бесплатно что ли? Не, я видела, вон. 79,90, 80 баксов, пожалуйста, видите? И компания Экспресс Джинс. Они считаются, что нас очень даже. И посмотрите, и вот эти вот тоже расклешенные. Мать моя женщина. А я повыкидывала весь свой клеш. Когда-то, в какие-то времена, здесь был популярный клеш. Я все повыкидывала. Ой, я не могу. А что ж я выкинула? Видите? Повторяется история, что все новое, это хорошо забытое старое. Опять, смотрите, 80 долларов. Вот такие вот у нас цены на джинсу. Ну надо же. И вот такое вот. А, это вот уже такие более стройненькие. Но не скини. Просто такие прямые. Ну это вообще, конечно, это супер. Надо же, клеш возвращается. Надо мне покопать свои загашники. Что-то, может быть, из старенького сохранилось. Так, как вам вот такие вот шортики? Вы знаете, ну не знаю я. Я вообще шорты перестала носить. Так, 50 долларов. 50 долларов. Как моя подружка скажет, я за 50 долларов зайца в чистом поле загоняю. Перед тем, как покупать такие шортики. Ну не, молодежи, я думаю, нормально. А какие ботики вам, смотрите. На лето. Вот такие, а-ля до самых колен. 60 долларов. Вот, экспресс. Конечно, это все дермантин. Ничего кожаного здесь. Днем с огнем не сыщешь. А если сыщешь, то цены будут очень даже хорошие. Ну вот такой вот у нас интересный магазин. А, ой, а это что такое? Тоже клеш. Боже мой. Это вообще, я тоже помню такое. 100 лет тому назад было в моде. Ой, мама меня, что творится. А цены? Ладно, тоже где-то такие же. Ой, слушайте, вот, посмотрите. Что это такое? Ну, вы знаете, я за моду не гонюсь. Я одеваю то, что модно. Не модно, вернее. Для меня красиво. О, ну да. Интересно. Кофточки всякие. Вот такие вот лепетульки стоят у нас 35 долларов. Ну, в общем, интересно, что могу сказать. Вот он, стиль, возвращается. Было такое дело. Наверное, лет 20 назад, когда я сюда приехала. Что-то такое у меня было наподобие. Ну, не знаю. Нет. Я люблю то, что мне подходит, и у меня свой стиль. Ну, это тоже было сто лет тому назад популярно с голым пузом. Ха. Интересно, интересно. И вот мы перескочили в соседний магазинчик. Смотрите, ищу я себе что-то на лето, и хочу телесного цвета. Вот прямо умираю. Вот такие вот у нас за 40 долларов. Легенькие, просто обалденные. Прямо такая красота. Барбара. Боже, что это такое? Барбара. Барбери. Италии. Такого я даже не видела. Может быть, я их померю. Знаете, просто кожа. Главное, натуральная кожа. О чем я только что говорила. Очень редко здесь бывает. Вот такой вот я не понимаю. Ну, а-ля бабушкин вариант такой. Или у кого проблемы с ножками. Union Bay достаточно популярный у нас. Ну, и тут уже пошли а-ля шлюпы. Шлюпки. Такой вариант. Я не очень. Мне тоже самое 40 долларов. Видите, здесь такие вот штучки, которые будут орать, пищать и сверкать, если вы их решите вынести, не заплатив. Так, ну что, вот, пожалуйста, телесные. Я все еще телесные. Мне что-то надо телесные. Ну, это вообще что-то такое а-ля Барденс. Так, вот это вот. Не выглядят они особо комфортные. Calvin Klein. И он у нас стоит тоже самое 40 долларов. Это... Nine West. Ну, такие мне тоже что-то не особо. Какая-то я привередливая последнее время стала. Привередливая. Ну, и, в общем, вот такая вот у нас обувь на лето. Такие вот интересненькие. Sketchers Memory Foam. Мне такие нравятся. 25 долларов. Очень удобный на пляж или в бассейн ходить. Причем как массажик такой будет для ножек. Ну, и наши популярные, конечно, Under Armour сейчас вообще. Писк в Америке. 40 долларов такие стоят. Ну, я, как сказала, я за модой особо не гонюсь. Мне главное, чтобы было комфортно, удобно и красиво. Вот такие вот носить не могу особо. Все, что без паблука, вызывает у меня дискомфорт. Дискомфорт. Ну, и Michael Kors. Кто-то меня спрашивал про Michael Kors. Святое дело. Особенно у нас сумки популярные. У меня есть купальник от Michael Kors. И кофта. И, по-моему, все. Так. Ну, и все. Вот она я. Увидимся попозже. Пока. Так. Посмотрим теперь кастрюли. Сковородки. И цены. 20 долларов. Вы знаете, я очень скептически отношусь к сковородкам, к кастрюлям с этим подкрытием. Потому что оно царапается. И все, что царапается, входит в еду. Поэтому, не знаю, я пытаюсь перевести из дома все вот с таким покрытием. И перейти на вот такие вот штучки. Я считаю, что они очень даже полезнее, чем вот эти вот все. А, о, это что такое? 6 долларов. А, о, это закрывать, чтобы не прыскался жиром. Да, вот это вот все. Нелюбарденс. Так. Ну, вот такие вот у нас сковорюшки. Варюшки. А еще и для Ларри. Вот такая вот чугунная. Чугунная мне тоже нравится. Они полезны, как у наших бабушек было. Это что, на дно яичка? На дно яйцо. Из которого делать яичницу. О, вот такая вот у меня была. Упса. Вот такая вот у меня была. Ой, надо покопаться. Точно такая же у меня была дома. Супер. Ой, не знаю. Купить сковородку, что ли? Так, ну теперь одежда. Святое дело. Вот смотрите, какие у нас. Опа. Скидки здесь хочу показать. У нас было 110. А теперь у нас 49,99. Очень даже ничего. Такой, знаете, дождевичок. Мне такие нравятся. Летом, когда тепло, но идет дождик. У меня наподобие такая есть беленькая. Но она уже беленькая. Смотрится не особо новенькая. Супер, как дождевичок, но очень-очень нежный такой. Надо будет подумать. Так, ну и да, еще вот видите, меня в другом магазине подтвердили, что сейчас в моде возвращается клеш. Клеш, вы представляете, да? В моде возвращается клеш. Штаны с клешем. Так что, кто не знал, как я, знаете, скажите мне, пожалуйста, какие у вас весенние, летние моды в тех городах и странах, где вы живете. Это леггинсы, леггинсы, леггинсы. Даже не знаю, что еще посмотреть. Вот знаете, вот жизнь наступила, не знаю, что себе купить. Шортики, что ли, купить. Пойдем посмотрим. Ну это надо, слушайте, я в шоке. Посмотрите, клеш, все штаны с клешем. А где я была вообще? Как-то я не заметила, что эта мода вернулась. Вот это да. Еще остались, смотрю, с прямыми ногами. Но появились такие клеши, что мама не горюй. Смотрите, обалдеть. Кошмар, ну я вам хочу сказать, не удивляйтесь, что я здесь сижу, как вообще в дремучем лесу. До нас мода доходит позже. Нам за Европой не угнаться. Ну, посмотрите, нифига себе. У меня, по-моему, где-то что-то было в моем загашнике. А-ля, с прошлых времен. Хорошо, что не выкинула. Но это можно, да? Да, нет. Америка, конечно, специфическая. Мода совершенно у нее своя и другая. Сюда все приходит с запозданием. Я не могу поверить, что еще дырки висят. Вот напишите мне, пожалуйста, модно ли у вас дырки. Это вообще дырки всем дыркам. Кому такие штаны нравятся, приходите. Я вам продарю их бесплатно. Ой, я не могу. Ну, шортики вот такие, а-ля пляжный вариант. Кофточки вот такие опять вернулись с такими кружевками. Супер. Очень даже интересно. Так, цены у нас... 17. 20. Ну, в общем, вы поняли, да? Всего очень много. А выбрать абсолютно нечего. Так, кофточка мне понравилась. Вы знаете, я пытаюсь себя приучить к клетке. Хотя, почему-то мне клетка, ну, вот совсем, знаете, ну, совсем не дружит со мною. Но мне понравилась вот такая вот кофточка. Просто, знаете, на каждый день... Знаете, чем она меня подкупила? Значит, оригинальная цена мы смотрим, да? 60 долларов, а теперь она 16 долларов после великого сейла. Смотрите, чем она меня подкупила. Подкупила меня вот этими рюшечками. У меня в последнее время, а-ля мой стиль, рюшечки на попе. И вот, опять-таки, у нас, видите, здесь всегда пищалки. Пойдемте померяем. И вот она я, в примерочной. Смотрите, хочу показать свой пиджачок. Не знаю, достаточно здесь света. Вы хорошо меня слышите, видите? Вот такие вот у меня рюшишишки. Не знаю, почему, но это вот мой стиль последнего времени. Мне так нравится, прямо я не знаю. Вот тут еще такая молния. Так, это моя. И вот, значит, сейчас я буду мерить янту-кофточку. Так что, оставайтесь со мной. Ну вот она я, в синих очках, с кофточкой, в синей тематике. И вот рюшечки. Рюшечки мне очень нравятся. Вы знаете, опять, хотя мне все говорят, что сейчас модно, а-ля не ровные части одежды, мне все равно это претит. Вот я не знаю. Но почему бы, если бы они это сделали точно такой же длины, цены бы не было этой кофточки. Материал очень тонюсенький, очень лягусенький. Летом будет дышать хорошо. Вот рюшечки мне так нравятся, прямо так нравятся. А вот спереди мне как-то, не знаю, чересчур свободно. Может, она вырос, объездся и пойти. Ну не знаю, а вот рюшечки мне, рюшечки мне очень-очень нравятся, да? Мои ботики от Jennifer Lopez, помните, да? Только в них и бегаю. Просто такие удобные. Красота. В общем, не знаю, куфточка мне, вы знаете, как-то нравится. Она мне очень легенькая, очень такая, на каждый день, на лето. Мне кажется, будет оригинальненькая. Что вы думаете? Не знаю, застегивать ее или вот так вот, может быть, ее в расстегнутом виде больше? Вот они просто на маечку, знаете, на маечку. Не на эту, конечно, просто я не захотела снимать. А вот так вот на маечку одеть, вот так вот летом пойти. И здесь, я так поняла, рукавчики, я не буду уже развязывать. Рукавчики можно и опустить. Они делаются короткими и делаются такими подлиннее. В общем, материал мне нравится. Вот это вот меня подкупило. Решешечки, мой стиль. Прямо мне очень нравится, вы знаете. Не знаю, наверное, я все-таки ее возьму. Ну и все, наверное. Вы знаете, в последнее время походы по магазинам меня немножечко выматывают. Я хочу бац-бац, терпения у меня мало стало. Мало-мало совсем. Поэтому вот такой вот короткий пробег по магазинам. Спасибо, что вы были со мною. Я не прощаюсь. До новых встреч. Ча-ча-ча. Пока.